МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пока журавлик лежит на блюдце, у вас у всех все будет хорошо. Я же жду, чтобы тренер забил спокойно пойти домой. Но потом происходит какой-то перелом. Ты чувствуешь, что это действительно музыка. Я не дожила до перелома. Вы пустите меня отсюда. Точечку мы не поднимаем. Ну какие же душевные мелодии вы играете. Ну прям душевные. Вот такая работа веселая, интересная. Доброе раннее тебе. Доброе раннее Беларусь в эфире телеканала Беларусь-1 и спутникового телеканала Беларусь-24. Программа Доброе раннее Беларусь в эфире с вами Светлана Боровская. Сегодня 3 февраля, суббота. Позади еще один зимний месяц. И до весны остается 26 дней. До календарной весны. А уж повезет ли нам или нет с погодой, пока не ясно. Несмотря на прогнозы, в любую погоду мы всей нашей дружной творческой группой отправляемся на съемки, чтобы каждое субботнее утро вы могли провести в отличной компании людей, живущих рядом с вами. Сегодня за интересными знакомствами, полезными советами и удивительными историями отправляемся в Миоры. Футбол носит звание одного из самых популярных видов спорта. Все, что нужно для игры, это команда единомышленников и мяч. Пойдемте знакомиться с начинающими миорскими футболистами. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Меня Андрей. Очень приятно. Андрей, вот как у вас проходит сегодня тренировка? Что это за ребята? Где вы их взяли? Ну, где взяли, это вопрос самый простой. Миор, я набрал группу, соответственно, с ними работаю. Вы тренером сколько работаете? Ну, у меня ситуация судьба, наверное, такая не очень стандартная. Хоть я уже как бы не молодой. А мне кажется, у всех не очень стандартная. Ну да, у всех. Да, то есть я всего шестой год работаю. Ну. Вот, а до этой поры я работаю учитель. Учитель. Да, 19. Физкультуры. Ну, вообще по образованию, тут историк. И что сложнее, география. География. Я закончу, да, географический факультет. Да. В городе Героя, да. Да. Вот, и работаю учительством географии, но поскольку в провинции, как сказать, нагрузки, естественно, не хватает. Да. Географический факультет, конечно, я вел, конечно, на протяжении всех 15 лет. Так очень многие работают. И это, и это, и вот это. И вот смотрите, например, здесь есть уже ребята, которых вы готовы отправить на какой-то более высокий уровень? Я-то готов, но нам трудно пробиться на более высокий уровень. А почему? Потому что их много таких ребят? Нет, не потому что очень так уже прямо много, но потому что с провинцией это нелегко. Но поймите, чтобы ребенка взять из провинции и на более высокий уровень, то есть в академию или в футбольный клуб, это надо, чтобы футбольный клуб платил за содержание, за обучение, воспитание. Хорошо. Ну, смотрите, что я вам скажу. Вот если человек очень хорош в этом, его замечают, и тогда его взять нетрудно. Нужно быть очень талантливым, чтобы тебя заметили. Вы считаете, как тренер, здесь есть ребята, на которых нужно обращение? Да, я считаю, пару человек здесь, которые, ну, тут важнее, что то, что некоторые дети ходят на спорт, но они просто вот любят футбол, но у них нет такой мотивации, чтобы стать именно футболистом. Да. Вот, у них такое нет. Но у некоторых, у которых маленьких, есть такая мотивация. Я проходил обучение на категорию целую, фа-тренерскую. По-моему, это спортивный директор футболитов говорил о том, что, ну, то есть он же подписывает контракты с молодыми футболистами. То есть он все время сидит за ними, как они развиваются его в футбольном клубе. Вот он сказал, что те, у которых сразу получалось, зачастую до контракта, ну, как бы я не подписываюсь на контракт. А вот те, у которых еще не очень получалось, но они очень старались, и у них была вот... Вы видите, это продолжение, что он вырастет. Да. Ну, то есть те, которые им труднее давалось, они более трудолюбивые, наверное, застремленные и так далее. И он с ними говорит, я подписываю контракты чаще, чем с теми, которые сразу вот... Скажите, а мы можем сейчас сделать какую-то такую тренировку? Может быть, вы позволите мне сделать импровизированную тренировку? То есть вы проведете тренировку, ребята? Нет, я не умею вести тренировку. А что? Например, я хочу поговорить с ребятами и попросить их позабивать голы какие-нибудь. Можно так? Да, конечно. А как вы считаете, вот если бы вы стали бить голы, вы тренеру больше накидаете или он вам? Мы. Смотрите, как мнения разделились, да? Так, значит, поднимите руку, кто считает, что вы тренеру накидаете голову. Так, а кто считает, что тренер вам накидает? Я одна. Они подросли уже. А я за тренера. Хорошо, ну, может, попробуем? Попробуем, конечно. Давайте. Я запомню, запомните меня. Я запомнила тебе? Так, дай я тихонько скажу. Как тебя зовут? Никита Мясец. Вот Никита сказал, что я забью точно, запомните меня. Смотри, мы запомнили, а сейчас увидим, подтвердишь или нет. Смотри, на тебя родители смотрят. Поскольку у нас тема сегодня была везение, мяча, финг и обводка, борьба, поэтому мы сейчас закрепляем это с сопротивлением. Значит, ребята будут вот здесь начинать борьбу, и любой из них, который владел мячом, он бьет по воротам. А вы стоите, а потом меняем ребят на вороты ставим. Ну, вообще, обычно, что у нас вратарисовании. А вы забиваете. Могу, я попробую. Хорошо. У нас есть второй вопрос. Давай, а потом и я попробую. Да, конечно. Могу, я попробую. О, так, стоп, давайте остановимся. Стоп. Значит, вы сколько насчитали забитых голов? Я четыре. Четыре, да. Четыре. Значит, подойдите, кто забил голы. Кто забивал голы, подойдите. Кто забил голы, подойдите. Да, смотри, ты подтвердил, но со второго раза. Как тебе хотелось второй раз все-таки, да? Ты все, мужик сказал, мужик сделал, подтвердил. Сначала первый не получился, но потом второй. А я все видела, а я все видела. Слушайте, ну вы залупили такие. Они били сильно, правда? Били сильно. А так вы видели, как тренер чуть руки не выкрутил, и голову, и лицо. Он же без всякой экипировки был. Но смелый у вас тренер, да? Пошел далеко стоять на воротах без, так сказать, защитных историй. Это всегда очень здорово. Вот у вас очень хороший тренер. Ребята, аплодируем тренеру. А теперь он вам будет забивать голы всем. Значит, теперь кто стоит на воротах, а вы бьете? Максим, надевай перчатки, стоишь. Дайте тренеру забить в конце концов. Не забил. Мне что за дети такие тренеру забить не дают. Забил? Забил! Молодец! Все, можно тренировку считать за... Браво! Ну вы молодействующий тренер! Видите, как победила дружба! Спасибо вам большое! Спасибо вам! Ой, дорогие мамы и папы, как могли вам показали всем прекрасную футбольную команду? Неважно, вырастут все чемпионами, не вырастут, главное, все с хорошими людьми, крепкими парнями, а, конечно, мы желаем, чтобы кто сможет, тот стал чемпионом. Спасибо большое! Пока счастливо, настоящий тренер! Ребята, ну видите, как вышло! Вы ему, он вам! Мне легкая эта работа! Он тренер устал, уже надо тренировку отмелять! Ты задел, я завидела! А как ты проехался нормально? Так, у-у-у-у, по полу скользкого, да? Ну все, маши маме, я пошла! Как зовут маму? А сколько у вас? Семья есть, братья и сестры? Младше. Младше или старше? Старше. Старше. Он тебя никогда не доказывает, там не забирает все конфетки, нет, хороший брат. Но это самое главное, когда два брата, акробаты, все хорошие дружины. Так что, дорогая Надежда, вы увидите в такой субстанной неделе. Вашей маме и пока! Значит, смотрите, на 3-4 кричим «Добрая разница, Беларусь!» и кидаем вверх ключи, только не попадите мне по голове. Аккуратно и поймайте потом. «Добрая разница, Беларусь!» Ура! Отлично! Спасибо, спасибо! Вот на этой красивой ноте мы уходим из этого прекрасного зала, из этой прекрасной школы. Не бойтесь, я своих не трогаю. Вот ягодку прилипнуть, это да. Ягодку делаем. Кружево тоже очень легко делать. Все же хотят, чтобы вызвали чувства и эмоции. Это главное, да. А вы говорите, будет интересно, у вас получится, кружавчики. У меня получилось. Как будто миллионы зрителей вам аплодируют. Все зрители программы «Добрая разница, Беларусь!» Нашу следующую героиню зовут Ксения Маскаленко. Она в городе знаменита тем, что выпекает авторские пряники и расписывает их глазурью. Нас уже ждет мастер-класс. Здравствуйте, Ксения! Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Мы знаем. Мы знаем, да, молодец. Смотрим вас. Ну что, будем ляпить с вами пряники. Или они уже слеплены? Пряники испечены. То есть я их пеку заранее обычно, потому что им надо вылежаться. А вы их дома печете? Дома пеку. Расписывать планировала, как если вы захотите сделать с вами вот такие пряники. Да. Конечно, я, собственно, для этого езжу по городам, чтобы вязать, шить, разрисовывать. То есть тут как бы сложного ничего нету. Ну, я заранее залила глазурью, потому что сохнет ей надо минимум 6 часов. Выбирайте пряник. Предлагаю начать вот с такого, да, с трафарельчика. Да, с сердечка, на котором уже глазурь. А мы же можем расписать и без глазурь, но с глазурькой повкуснее. Нет, я почему расскажу, потому что, смотрите, мы будем поэтапно расписывать. Пока у нас будет наш журавлик высыхать, мы будем делать другими, будем делать кружок. А еще и кружевом. Еще и кружевом, да. Ну, я не знаю, кружевом как-то... Вот ягодку прилепить, это да. Ягодку делаем. Кружево тоже очень легко делается. Сейчас я вам расскажу. Мне нравится, когда все мусоргает. Это так легко. Вот я использую трафарет. Да. Я обычно делаю... А, вы не выписываете каждый раз крылышко. Иногда выписываю. Но это очень долго. И гораздо дороже такой пряник будет. Да, да. Золотой. Ну, то есть это сам смотрится хорошо и простой вариант сам. А вот это ваша основная работа? Мое хобби, я специалист в специальной работе. Работаю в территориальном центре. В территориальном? В центре социального обслуживания населения Носкалин. Понятно. То есть вы абсолютно государственный человек? Да. А это ваше хобби? Ну, одно другому не мешает. А знаменитые в городе пряниками? Ну, да. А сколько в год примерно вы их выпекаете? Как часто? Обычно самые большие праздники. То есть это вот Новый год, 8 марта, 23 февраля, Пасха. Сколько вы делаете сразу? 100 штук, 50? Ну, смотря для какой цели. Если это праздник журовой журовей наш, то я делаю и 300, и 400, и 500. И сколько уходит времени в день? Ну, я беру отпуск на этот, на сентябрь, чтобы подготовиться. Как вы готовите отпуск? Я беру отпуск для того, чтобы сделать пряники. Я такого еще не слышала. Молодец. Молодец. Я очень люблю делать пряники. А муж тебе что про это говорит? Про такой отпуск? Говорит, что дома работы нет? Ну, он говорит по-другому. Ты когда-нибудь будешь отдыхать? Вот. А детки есть у вас? Детки есть. Много? Двое. Один уже взрослый. Кажется, вы так молоды. Спасибо. Один уже взрослый. Это же во сколько лет твой замуж вышел? В 19. А, ну, это я понимаю, да? Любовь. Понимаю. Так, расскажу про пряники, да? То есть трафаретик мы прикладываем. Главное, чтобы он не сдвинулся в процессе. Теперь лишнюю глазурь мы снимаем аккуратно. Она сладенькая, вкусненькая. И получается птичка. Как красиво вы сделали. Какая птичка. Сейчас мы такую сделаем. Ну, не знаю. Это мы ему на хвостик. А из чего она делается? Из сухого белка, сахарной пудрой и воды. Вот этой стороной? Заполняем дырочки. Заполняем? Нет, нет, нет. Как стягиваем. Уже стянула? Может, я покажу? Да, то есть она уже может стягиваться. То есть мы разглаживаем лишнее. Все, я поняла. Сюда. Ой, у меня уже там получилось. Все дырочки, да? Там клювик у нас остался. Ну, вроде бы. И ножки. Оп. Как у меня красиво получилось. Люди, смотрите. Птицы счастья. Так, есть контакт. Мы с вами тогда их отложим немножко в сторону. Так, значит, вы мне рассказываете, я буду вас спрашивать. Значит, сколько у вас деток двое? Двое. Один большой. Да. Сыночек старший. А младший? Да, младшему шесть. Будет вот в декабре. А такая распешка. Ну, меньшичок же уже какой любименький. Любименький. Долгожданный. У него шустренький такой. Шустрый. Очень шустрый. Малые, они такие шустрые все. Старшие такие. Серьезно. Серьезно, да? У всех одну кинул. Ну что, приступим к следующему прянушку. Пока наш журавлик подсыхает, да? То есть предлагаю взять следующий пряник. Журавлика можно подложить. Да, журавлик подсыхает. Можно. Пусть все видят моего журавлика. Нам понадобится белая глазурь. Загадывайте желание. На экране, знаете, как некоторые делают так в трудные времена? Пока журавлик лежит на блюдце. У вас у всех все будет хорошо. Пусть все будут здоровы. Если у кого болит голова, пусть она пройдет. Ну и, соответственно, дальше. Кому что болит, то загадывайте. Все пройдет. А вы миорская сама? Вы миорская. А муж у вас с кем работает? Муж работает в отделе культура. Так он должен все понимать. Он понимает, да. Конечно. А как часто ваша семья ест пряники? Вот может ребенок сколько хочет, столько съесть? Может. Может. Я вам больше скажу, ребенок у меня сам печеток. Он их сам расписывает. Маленький, который? И никого не угощается. По часам съедает. Какой хороший мальчик. И даже вот у нас последний праздник был журавлижуравлик. В сентябре в этом году он их даже в своей прянике расписывал и умудрился продать. Смотрите, кружево, да? Да. Оно может быть разным. Кружево как-то мне не очень тянет делать. Потому что кружево вот это вот все я не наведу такое. Смотрите, вот это самый простой вариант. Да? Я предлагаю вам его попробовать. То есть мы можем кружево... Нет, давайте вы лучше сначала попробуйте. Я покажу. Самое простое. Давайте. Самое простое это вот этот вариант. То есть они... Я за вами смотрю. Так. Может, я не знаю, какая это лампия. Может, я ничего не знаю. Сейчас как пойду, кружево. Я провожу как для детей мастер-классы. Дети тоже. У нас не получится вообще. Переживаю. А потом в итоге... Я в душе ребенок, к сожалению. У некоторых получается очень замечательно. А, вообще сначала расскажу вам, как мы, да, вот глазурь держим где потолще. То есть не самый кончик, да, и давим. То есть давим, отпускаем. Получается точечка. Точка. Точечку я понимаю. Точка запятая, это мне ясно. Да. Линия давим и немножко приподнимаете они. Да. Ну, полосочка. А как же кружево сделать? Ну, кружево, если делать вот такие изгибы, то есть изначально все равно делаем мы какую-то основу. То есть мы делаем полосочку. На чем будет крепиться наша кружева. Немножко дорожка прервалась. И опять побежала. Ну, такая у меня дорожка, короче. Смотрите, когда вам нужно линию завершить, вы перестаете давить. Ага. Иначе она у вас не перестанет течь. Ой, Господи, я такая дорожка. Такая вот дорожка. Я поняла, никакой кружево у меня не получится, значит, что бы мне такое сделать? Значит, вы говорите, точечка, чик, точечка тоже не получается. Ну, точку, смотрите, тоже надо давить, переставать давить. Я поняла. Все, Ксюша, вы пишите свои кружево, я пишу свое письмо вселенной. Дорогая вселенная. Да, витиевато. Ой, оно же не из той дырочки лезет. Хорошо, будем ли пить. Не бойтесь, Ксюша, не смотрите на меня. Я делаю свои кружево. Я буду жирной пряникой, где много глаз. Смотрите, если что-то нужно подправить, да, и есть помощь зубочистки. А это уже невозможно подправить, понимаете. Надо так уже. Лепишь так, а вот скрипичный ключ буду сейчас рисовать. Ох, ну почти. Видите, у меня уже маловато места развернуться. Обычно так детям рисуют. И ноты, слушайте. Боже мой, посмотрите. Посмотрите на эту рукодельницу. Ну тут на самом деле сложного ничего, просто нужна усидчивость. Я вижу, что нужно ничего. Усидчивость. Видите, какие разные у нас пряники. Ну очень красиво, я считаю. Да. А знаете, я всегда выбирала пряник, где глазури побольше. Да, дети все так делают. Поэтому мой пряник выберут быстрее. Где там у вас не сковырнуть язычком глазури-то? У меня аж уже ковырнешь, так уже аж можно на булку мазать. Слушайте, а можно я еще попробую? Еще один возьму пряник. Да, конечно. Так, скрипичный ключ. Дорогая музыкальная школа города Молодечный. Я все помню. Скрипичный ключ, я ее закончила. Диплом лежит дома. Так. Немножко не получилось. Оп-оп-оп-посвящается всем музыкантам, которые не закончили пускалюшку. Я закончила, правда. Я, кстати, тоже закончила музыкантами. Вы тоже закончили, но видите, как мы по-разному с вами учились. Так, хорошо. Значит, это как будто скрипичный ключ. Больше я не порчу. Теперь мне надо другого цвета. Так, любое цвет. Ну, вы попробуйте, на самом деле, почтать. Придумать. Так, если скрипичный ключ. Ну, вот и так понятно. Не надо мне подсказывать, дорогая группа моя. Подождите, ноты это же пять полосочек. И сколько там полосочек? Пять вроде было. У меня почти уже получается. Я смело все делаю, правда? Так, раз и смело делаю. Я бы хотела вам рассказать, как рисовать. А я, видите, уже все по боку учения увлеклась. Смотрите, какая терапия, да? Да. Вообще, на самом деле, вот почему я... Ну, приходишь с работы, иногда на работе очень устанешь. Конечно. И не столько физически, сколько, ну, работа с людьми. Да. Получается, ну, люди разные. Не то слово. И когда рисуют пряники, расписываешь. То есть, все, все забывается, как будто заново рождаешься. Так, насчет клюквы. Вернемся к клюкве, да? Да. То есть, клюква у нас растет на болоте. И растет она такими веточками спутанными. Да. То есть, очень много тоненьких веточек, да? То есть, переплетаются. Поэтому на пряниках я тоже рисую так, и чтобы они переплетались. Тут как раз вот можно хаотично, как хочется. Причем же, что у меня клюква, если у меня скрипичная. Ну, у вас есть еще пряничек. А, у меня же клюква есть, пряник уже, произведение мое искусства. Это у вас будет клюква под снегом. Клюква под снегом. Так, значит, веточки есть. Допустим, у меня будет один. Веточки есть, да. Ну, тут же не обязательно все нам... Как у вас красиво. Ну, веточкой не под... О-о-о-о! Нужно приподнимать смелее. А что это как-то за веточка? Змейка какая-то получила. Потому что вы слишком сильно давите. То есть, тут вы смело так раз-раз. А тут вы уже решили помедленнее. Очень стараюсь я просто. Да, самое главное найти вот этот вот баланс. Это веточка. Ну, а что же это может быть? Ну, веточки разные бывают. А вы когда научились? Вы в школе хорошо. А вот когда вы захотели? Что это было за день? Вообще пряники, когда старший сын был маленький, ну, мы делали Новый год пряники. А это вы решили просто в семью мама порадовала всех? Да. Вот такая классика. Ну, как, хотелось что-то сделать с сыном. Да. А потом мы расписывали первые пряники вместе. Вместе выпекали, вместе расписывали. Вот. И делали. Боже мой, что это за веточки? Можно лишнее убрать, да, зубочисткой. Нет, можно ничего убирать не будем. Уже что упало, то пропало. То есть все. Нам надо сюда добавить ягодки, да? Да. То есть ягодка делается очень просто. Ягодка – это очень большая точка. То есть мы в одну... О, очень большая точка, такое люблю. То есть в одну дырочку, в одно место, да? Жми себе и все. То есть чем дольше мы жмем... Ой, какая пресс. Ягодки – это мое, значит. Чем больше ягодки. Как нотку нарисовать. Нотка, то есть вы делаете точку. А потом... Как клюковка. А потом тянем. Это ибзинь такое. Да, ну вот получается. Давайте. А потом чайдороси. Класс. Ой, какая у вас нотка. Посмотрите, посмотрите, какая нотка у нее. Это же произведение искусства. Нотку. Нотку. Клюковка. Это пониже можно опускать, чтобы она прям выдавливалась. Клюковка. Да, теперь палочку. И можно хвостик, можно без хвостика. А вот моя нотка. Ксюша, я очень рада с вами. Я сейчас буду плакать. Давайте я вам покажу еще раз. Ой, мамочка. Не могу. Вы отпустите меня отсюда. Точечку мы не поднимаем. Не плачу с тебя носками. То есть мы прям вот... Поверишь, что ты вообще какая-то неумеха. Как будто надуваем. То есть вы поднимаете высоко, а надо, чтобы носик... Это я плачу от восторга. Какая бы молодец. Есть такие талантливые. Артистку посадят за стол. Лепите-то клюковки, если я ее не умею лепить. А вы говорите, будет интересно. У вас получится кружавчики. Ну, тем не менее у вас... У меня получилось. Ой, Маша, иди, тут уж потекла. Это лепить, выпустите меня отсюда. Ой, в общем, товарищи, представляете, я еще не рыдала так. Мастериться за столом. Что, понимаете, я же с вами очень открою. У меня такое глубокое разочарование, потому что... Вот вы представляете, вот Ксюша нарисовала нотку. Я вам ее показала. И была уверена, что у меня получится такая нотка. И я очень старалась. Поверьте, вот мои нотки. Нет, они, конечно, звучат громко. Вот это вот мои нотки. Поэтому, товарищи, давайте каждый будет заниматься своим делом. Ой, господи, Маша. Ну, вам осталось добавить ягодки. Так, давайте ягодки, так ягодки. Две нотки дальше мелодию не будем писать. Не надо. Пусть все делают прекрасные композиторы. Главное давить в одну точку. А ягодки у нас на Али... Здесь растут? Да. Ну, можно и на тот пряничек. Ну, все с замиранием сердца переживаем за меня. У меня вот маленькие ягодки, чтобы все не испортить. Они у меня сильно маленькие. Ну, в этом году, кстати, на болоте клюквы у нас тоже было мелко. Вот. Я вот все знаю про вашу клюкву. Она поэтому будет очень сильно маленькая. Ну, так и очень даже... Хорошо. Ну, птичка, конечно, поэлегантнее. А куст так уже у меня растет. Мощный. Знаете, так растет. Уже такой на всю деревню, как говорится. Все, сушим. Вот пусть все любуются к моим произведениям. Поплакали, посмеялись. Так, ну что, попробуем третью нотку. Я уже не боюсь. Вы пониже опускаете, да? Начинаете давить. А, вот видите, я не касалась этого самого пряника. Так, теперь же палку эту нарисовать. Вот такая длинная нотка в этот раз. Оп! Не получилось. Что? Как это вот у вас так вот сюда получилось? Ну, просто вы перестаете давить, да? То есть вот мы делаем точечку. Давайте я тут попробую. Смотрите, вот палка, да? Вот палка. Вот нотка, допустим. Допустим. Ну и что? Сейчас не давим. Сначала дотрагиваемся. Дотрагиваемся. А потом уже ведем. А потом давим. Да, да, да. Ой, у меня тоже получилось. Смотрите. О, слышите, нам аплодирует вся страна, можно сказать. Смотрите, получилось. Все-таки я дожала. Хоть вы и говорили, что я жали, а я дожала. Ксюша, как интересно. Ну, тут да, тут просто нужна тренировка. Ой, а это черти что. Даже не знаешь, кому прям подарить. Прям какому-то. Ломаем пряник. Вот так вот. Все. И сейчас мы его съедим все. Потому что он вкусный, но это не произведение. По рисунку это мазня. Прошу запомнить. Скажите, что это за красивая книга? Это пряник. Да вы что? Да. Что его люди могут съесть? Это не может быть. Это книга сделана из пряника. Прям тиснение золотое. Вот это произведение искусства. Мы можем ее распаковать. Давайте. Прям страшно касаться. Ксюша, страшно касаться. Как же это может быть? А можно открыть? Это все глазурок. То есть можно прям брать и кусать эту книжку. Вот как говорят, грызть, гранит. Гранит науки. Не то чтобы науки, но вот читайте книги. Ну, если не можете читать, ешьте их хотя бы. Спасибо большое. Ой, ухажив счастливо. Не поверить. А ведь пришла, рыдала от того, что не получается. Рыдала. Пробуйте, все получится. Хороших вам ноток в жизни. Наше следующее место назначения – детская школа искусств. Нас уже ждет образцовый оркестр баянов. Как живется большому коллективу, какой у них репертуар, сейчас узнаем музыка. Играет музыка. Сколько вы руководителем являетесь этого коллектива? С 89-го года, когда я… Не посчитать. Да, ну, более 30 лет. Более 30 лет. Да, этот коллектив. Ну, сменяемый. Конечно. То есть приходят в новый, уходят. Очень разный возраст у коллектива. От очень маленькой скрипачки, я вижу, в первом ряду. Да, здесь и маленький, и взрослый играют у нас. Да, да, да. Скажите, а вот все-таки это оркестр баянистов. Но здесь есть и скрипки, и ударные. Да, когда присвоили звание, это было в 2002 году, но преобладало, конечно, баянами были. Но потом со временем стилистика менялась, и мне хотелось бы вот скрипить. Скрипка, она же теплый инструмент, давайте такой тембрально. Потому что баян, он однородный инструмент, надо его разбавлять тембрально. Как аккордеоны появились, скрипки, секция перкуссии. То есть барабаны я использую. Ну, они украшаются. Да, украшаются. Фортепиано, электрофортепиано, бас-гитара. Сразу очень многослойно звучит оркестр. То есть он получит такой эстрадный привкус немножко. А как в репертуар? Вот вы идете за временем? Ну, я использую музыку, которая цепляет. Немножко так вы почувствовали. Я это почувствовала по первой мелодии сразу. То есть я обычно прослушиваю, интересуюсь инструментальной музыкой. То есть прослушиваю, и вот то, что вот эта композиция должна лечь. Вызвать чувства, да? Все же хотят, чтобы вызвали чувства и эмоции. Это главное, да. Скажите, а как происходит отбор музыкантов? Обычно я беру в класс с третьего класса, когда у детей появляются навыки игровые. То есть они знают ноты, ориентируются в нотах. Но у них еще есть такой предмет, как ансамбль. У них есть опыт работы, да. И на основании вот этого опыта я беру ответ. Ну, практически я всех беру детей. Да, понятно. Вот я хотела об этом уточнить. Вот смотрите, Миоры – это ведь не очень большой городок. Тут достаточно ребят, которые хотят заниматься. Ну, мы проводим работу. Судя по коллективу, то есть их много. Это весомо очень. Да, около 40 человек. Ну, варьируется. 35-40. Это наша работа. Мы поляризируем это. Мы ходим по школам. В мае мы проводим концерты вот такие вот открытые. А сколько школ у Миорах? Ну, две, ну, три, может быть. Да, две. Это совсем немного. Ну, это немного, да. Ну, поэтому вы, конечно, молодец. Пойдемте, познакомьте нас, пожалуйста, со своими ребятами. Хочется очень к вам подойти поближе, рассмотреть вас. Прям огромный коллектив. Ну, да, это Махина. А вы знаете по именам лично каждого музыка? Вы знаете, не всегда. Не всегда. Я оперирую, так, пятый баян, там, первый. А, пятый баян. То есть их настолько много, что... Пятый баян, поднимите руку. А, поняла. Вижу тебя, вижу тебя, вижу тебя, да. А еще как вы называете? А это первые скрипки? Ну, да, это скрипичная группа. Ну, вот лидеры, то есть это первые, вторые, это наши... А, это лидеры, да. Это основные, да. Скажите, сколько ребят вот в этом году закончат школу? Вот из вашего оркестра. Вы знаете, в этом году такой будет очень жалко расставаться. Много выпускников в этом году. Много? А поднимите руки или встаньте, кто заканчивает в этом году. Ой, как много! Да, весь оркестр, это очень жалко. Это очень много. А вот у вас, так сказать, прима тоже, скрипка. Представьте, пожалуйста. Да, это преподаватель по классу скрипки Кисляк Ирина Кеневна. А как вам вот с молодыми играть? Вот вы видите их ошибки? Или вот что вы чувствуете, когда вы играете с вашими учениками? Что это за чувства? Слушаю учеников больше, чем себя. Да? Переживаю за их ошибки. Вы все равно анализируете это, да? Анализируете. У вас вообще есть семья, дети? Ну да, у меня сын, музыкант. У вас тоже музыкант. Я хотела про это спросить, про династии. Здесь не играет он или играл? Ну, он уже взрослый парень, ему 34 года. Но он тоже играл на бою. Он маянист, да. Он, кстати, и в нашем оркестре, и многие наши выпускники играют в оркестре. Я могу даже представить. Да, пожалуйста. Значит, Мателлина, Сергей Владимирович у нас как иллюстратор. Бас-гитара, Блажевич Антони. Бас-гитара. Ну, несменные наши иллюстраторы. Вот Вячеслав Ростиславович Одинец. Да, здравствуйте. Он за подделением баяна-аккордеона. Да, вы прям главный. За учебно-воспитательные работы у нас на электрофортепиано играет. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Довольно уже долго. Да, да. То есть оно постоянно в творчестве. А скажите, вот как вам кажется, вот когда династия, вот, например, почти в 95% случаев, если папа дирижер и баянист и музыкант, то сын обязательно школу музыкальную закончит. Да, это обязательно. Вы слышите, что говорит родитель? Да, это обязательно. Павел, это мой сын, он тоже баянист, он работает в музыкальном колледже Мозыря. Это был его выбор или ваш все-таки? Все-таки, ну, поначалу, конечно, это было как бы принудительно. Он, ну, нельзя было отца подводить. А обидеть, да, обидеть нельзя. А потом, ну, через преодоление, это всегда занятие музыкой, это же сложный процесс. Это очень сильное преодоление. Это вжертвование. Хочется на улицу, а ты сидишь себе и играешь. Да, вот это вот история, да. Хочется на улицу, а тебе нужно. Но потом происходит какой-то перелом. Ты чувствуешь, что это действительно музыка, она... Вот я не дожила до перелома. Я закончила, но мне нравилось сольфеджио, мне нравилось больше знать музыкальную литературу, нежели вот упорно. Ну, не знаю, возможно, иногда кажется, что ты не можешь быть лучшим. Я просто видела, что кто-то делает это лучше, у кого-то техника лучше. Это вот про эту историю, что если ты на лыжах не можешь попасть в тройку, зачем тебе ездить тогда в этих соревнованиях? Вот, наверное, про это. Ну, скажите, здесь собраны уже лучшие ребята? С успехами уже? Наверное, конкурсы какие-то. И конкурсы в том числе. Но здесь все ребята, любой коллектив, это объединяет детей все-таки. Хор, оркестр, малые ансабли. А вообще у нас дружная очень такая семья музыкальная. И я очень горжусь коллективом. Просто здорово, когда мы едем, и какие-то у нас концерты успешные. А тем более, если победа. Но где все-таки дольше аплодируют? Вот в миорах, в родном зале или когда вы куда-то уезжаете? В миорах свои аплодируют сильнее. Это, я понимаю, это важная история. Ну что, скажите, можно еще какую-то яркую композицию услышать? Да, мы готовили. Мы с удовольствием сыграем вам. Пожалуйста, спасибо большое. Музыка Как будто миллионы зрителей вам аплодируют. Все зрители программы «Доброе ранится Беларусь». Ну какие же душевные мелодии вы играете. Ну прям душевные. Спасибо большое. Желаю вам прекрасных репетиций, прекрасных концертов. И просто каждому выбрать, что ему нравится. И прожить такую же счастливую жизнь. Вы очень молоды, и ваши педагоги рядом с вами. Они вас никогда не бросят и всегда вам подскажут. Счастливо, спасибо. Хорошего утра вам всегда. Пока. Доброе ранится Беларусь! Давай смычком, Маша, Маша смычком. Давай выше, выше вот так вот. У-у-у! Доброе ранится! Доброе ранится! На этом у нас все. Вот таким получилось утро субботы 3 февраля, которое мы провели в Миорах. Не забываем, что самый недорогой способ выглядеть лучше – это просто улыбнуться. Спасибо всем, кто помогал нам готовить эту программу. Мы увидимся с вами через неделю. Всегда ваша Светлана Боровская. И ждите в гости! Светит незнакомая звезда Снова мы оторваны от дома Снова между нами города Взлетные огни аэродромов Здесь у нас туманы и дожди Здесь у нас холодные рассветы Здесь на неизведанном пути Ждут замысловатые сюжеты Поднимите руку, и кто считает, что вы тренеру накидаете голов? Так, а кто считает, что тренер вам накидает? Надежда – мой компас земной А удача – награда за смелость А песни доволена одной Чтоб только о доме в ней пелось Ты поверишь, что здесь издалека Многое теряется из виду Тают грозовые облака Кажутся нелепыми обиды Артистку посадят за стол Лепить эти клюковки, если я ее не умею лепить Надо только выучиться ждать Надо быть спокойным и упрямым Ой, Маша, иди, тут уже потекла Это лепить, выпустите меня отсюда Чтоб порой от жизни получать Радости скупые телеграммы Так, выключили камеру сейчас Правда, я хорошая артистка? Гениальная, да, согласна Будет сюжет – огонек Надежда – мой компас земной А удача – награда за смелость А песни доволена одной Чтоб только о доме в ней пелось Казалось, что сейчас паяны пойдут Ух, такое что-то разудалое И тут такая трогательная история Снова между домами города Жизнь нас разлучает, как и прежде Встаньте, кто заканчивает в этом году Ой, как много Весь оркестр, это очень жалко В небе незнакомая звезда Светит словно памятник надежде Надежда – мой компас земной А удача – награда за смелость А песни доволена одной Чтоб только о доме в ней пелось Доброй ранец, Беларусь! Доброй ранец, Беларусь! Субтитры над evнее Корректор А.Егорова Алиэкспособность Субтитры подогнал «Симон»